Биологи из Финляндии и Австралии провели исследование. Почти 9 тысяч женщин рассматривали фотографии разных мужчин с бородой, щетиной и чисто выбритых. И оценили представителей сильного пола с точки зрения привлекательности и перспективы построения отношений. Выяснилось, что дамы предпочитают бородачей и считают их надежными партнерами. Борода в разные времена входила и выходила из моды. Людовик XIV, когда взошел на престол, был 15-летним безбородым юнцом. Он-то и ввел моду на гладкие лица. Этот тренд с радостью подхватил Петр I. У которого борода росла клочками. А вот молодой Фидель Кастро, напротив, готовя революцию, специально отрастил бороду, чтобы выглядеть солиднее. Примеру последовали и его соратники, за что получили в итоге коллективное прозвище Барбудас – бородачи. Я не планирую сбривать бороду. Я привык к ней. Моя борода много значит для Кубы. Сейчас борода снова в моде. Во Владивостоке проходит бородатый забег. В Петербурге на стрелке Васильевского острова борются за высокое звание «Петербургский бородач». В США проходит целый фестиваль бородатых людей. Когда я начал отращивать бороду, мне просто было интересно. Я даже не думал, какая она будет. Просто хотел отрастить что-то оригинальное. У меня даже поговорка такая есть. Пока не попробуешь, не узнаешь, что может вырасти. И это правда. Придать форму бороде – это целое искусство. Наверное, вы все заметили, что стали появляться на вывесках странные названия «Барбершоп». Это и есть заведения, в которых профессионально ухаживают за бородой. Ну и что приятно, стали возрождаться классические российские цирюльни. А много вообще мужчин приходит в цирюльню, чтобы побрить себе бороду. Мне кажется, это же можно и в домашних условиях сделать. Но вы же не стрижете себя сами. Борода требует коррекции приблизительно раз в неделю. Владимир, а у вас всегда была борода? Нет, я ношу бороду не больше года. Вы чувствуете какие-то изменения внутри? Что вот раньше была пху жизнь, а сейчас хо-хо-хо. Естественно, у меня появился сын. Было две дочери. А теперь раз борода, а потом сразу сын. То есть, дорогие друзья, отращивайте бороду и каждому бородатому мужику по сыну. Правильно я говорю? Как минимум по одному. Тебя свой зуба, моя борода. Ох, Катя, что ты будешь делать, если такой бородатый последует твоему примеру? А родится дочь? А? Вот вопрос у меня. И побреется. И побреется. Не знаю, или скажет, Назаренко обещал, и где сын? Друзья, конечно, об этом нужно говорить не только с известным человеком, но с обладателем бороды, между прочим, с очень сознательным. Но давайте познакомимся с ним. Герман Стерлигов, первый советский миллионер, громкое имя 90-х. Создал первую в России товарную биржу и реестр непьющих мужиков. Сегодня сам себя называет русским крестьянином. Убежден, что в мужчине главное борода. Верит в Деда Мороза, почитывает капитал Карла Маркса, знает немало бородатых анекдотов. Герман Львович, доброе утро. Доброе утро. Вот зритель наш посмотрел на вас, цветущего, улыбающегося в 90-е, в красивом пиджаке, при галстуке, и сказал, был без бороды, был миллионер, а теперь просто подмосковный крестьянин. Как изменилась ваша жизнь, когда появилась борода? Я вот если серьезно говорить, вам должен сообщить, что бородатых мужчин вы не показали практически сейчас в сюжете, потому что там у всех стриженные бороды. А борода стриженные и бритые – это одно и то же. Для христианина подсекание бороды – это ересь. Об этом говорит Стоглавый собор, об этом свидетельствует истории церкви. Нет ни одного святого бритого или подстриженной бородой, кроме мучеников, которых не успела вырасти борода, когда они исповедовали Христа. И поэтому вот этих вот уродов, клоунов всяких, которых вы показываете, которые глумятся над мужским образом, над бородой, над тем, как Господь створил человека, ну, у меня кроме презрения и отвращения ничего не вызывает. Вот эти вот всякие завитушками там бороды и прочая мерзость. Давайте посмотрим, пожалуйста, какой может быть самая длинная борода. Вот есть рекорд у нас, покажите, пожалуйста. Это, между прочим, обладателя зовут Бхай Сарван, такой замечательный индус. Борода у него длиной 1 метр 89,5 сантиметров. Это официально зарегистрированный рекорд в 2011 году. Но вообще, между прочим, в 20-х годах прошлого века был человек, который отрастил бороду 5 метров, а теоретически, говорят, она может дорасти до 8, если ее не трогать. И вот наш гость, Герман Стерлигов, как раз настаивает на том, что кощунственно подстригать бороду, то есть ее нельзя трогать ни при каких обстоятельствах, пусть растет. Правда, у меня возникает вопрос, Герман, а где же ваша 8-метровая борода? Ну вот, моя борода – это иллюстрация того, что крайне редкий случай, чтобы вырастала такая длинная борода, как у тех людей, которых сейчас показали. В основном вырастает вот примерно такая, как у меня, чуть длиннее, чуть короче. А что же Петр рубил? Особых таких нету. Это уникальный случай, в истории вообще я что-то не помню таких случаев. Пара святых буквально изображается с очень длинными бородами из-за египетской пустыни. Хорошо. Герман, а я хочу спросить, а если вернемся мы к практике налога на бороду? Так было не только при Петре, еще Генрих VIII в Англии ввел это, между прочим, давно еще в 16 веке. Будете платить? Бороду у меня можно состричь или отрубить только насильно. Меня надо для этого как минимум связать. Потому что бродобрить – это ересь. И экономя деньги или экономя жизнь, впадать в ересь для христианина недопустимо. Надо отдать жизнь в случае необходимости, но не впасть в ересь. А это один из признаков ереси, бродобрития, подсечения броды. Написано в священном писании «Да не коснется бритва твоей броды». Тогда в завершении, к чем вы объясняете то, что борода снова стала модной? Там уже неважно, кто стрижет, не стрижет, понятно, это выбор человека. Но почему такое огромное количество мужчин снова отращивает бороду? В основном люди это делают не ради Христа, не ради выполнения заповеди Божьей, а ради вот того, о чем вы говорите, ради моды. А это всегда привлечение и не более того. Поэтому ничего хорошего в этом нет, что вот эти вот стриженные бородки появляются в больших количествах. Это то же самое, что бритые ходили, что со стриженными бородами, разницы нет. И у козла есть борода, и он от этого не станет Богу угодным. Сурово, но четко. Герман, спасибо вам, удачи в вашем светлом крестьянском труде. Субтитры создавал DimaTorzok